Лидеры России, Германии и Франции дали свое согласие на участие в новом саммите по Сирии, который через неделю должен состояться в Стамбуле. Идея провести такую встречу появилась еще летом, а в сентябре в Турции проходили переговоры помощников глав государств. В то же время французский лидер Мануэль Макрон заявил, что поедет в Турцию, только если в провинции Идлиб не развернутся масштабные боевые действия. В пятницу Москва и Анкара сообщили о продлении срока действия соглашения по Идлибу. Российская и турецкая стороны проинформировали, что для реализации соглашения будет дано еще время. Некоторые сроки уже прошли или проходят. Для дипломатии появилось больше времени. Это огромное облегчение, поскольку если события следовали бы военной логике, которой они слишком часто следовали на этой войне, новости были бы ужасными и для мирных жителей, и для сотрудников гуманитарных организаций, которых в Идлибе сейчас 12 тысяч человек. Соглашение было подписано 17 сентября. Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону по линии соприкосновения враждующих сторон в провинции Идлиб. На прошлой неделе Москва и Анкара сообщили, что из этой зоны было выведено все тяжелое вооружение.